Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов со своими монологами о нахлости и опять из магазина, хотя и будем говорить о рыбалке. Я недавно, буквально несколько дней назад, вернулся с Верхней Варзины, с форелевого лагеря, с форелевой рыбалки. Вы видели, я надеюсь, видео оттуда. Огромные форели, огромные эмоции, большое впечатление на меня все это произвело. И лагерь, и организация рыбалки, и ну вот все. Немножко расстроило, я бы сказал, только тот факт, что я сам был не на 100% готов. И вот для того, чтобы избежать этих ошибок, я вот расскажу, какие мои впечатления, что можно было бы добавить и изменить в процессе рыбалки. Ну, понятно, не в порядке важности, просто вот как глаз будет падать, так и буду рассказывать. Ну, форелька в углу, на самом деле, там форель гораздо больше, здесь, я думаю, это максимум 40-43 сантиметра. Это на границе зачета было, вообще мы считали, и принято там считать, от 40 сантиметров. Вот, я поймал 25 рыб, из них, наверное, штук 8 или даже 10 было больше 60, это очень много, крупная рыба была. Ну, остальная как-то распределялась. Так вот, что главное. Я попал, мы попали в страшную жару, поэтому я и буду рассказывать про июльскую в основном рыбалку. Ну, и самая первая жара, это одежда и это защита от комаров. То есть, там были комары одного вида, гнус трех видов, вот эти зеленые мухи кусачьи, слепни, оводы. И это все одновременно и в перемешку, и ты не... А главное, еще летит паденка, летит веснянка, и ты не понимаешь, кто это летит, кто тебя атакует. Или это эти комаринки, комарики, которые не кусачие. В общем, это ужас. Когда мы встретили медведя ночью, в полночь, на фоне заката, то к нему не страх был, а просто вот такое умиление, что вот я подумал, что действительно медведей мы боимся меньше, чем комаров. Так вот, что от комаров? К сожалению, у нас раскупили все бакстоперы, но у меня и не было бакстоперов с женой, а были вот такие футболки, кстати, и Патагонию тоже раскупили. Вот Симс есть, а вот это Патагония. То есть, футболки солнцезащитные, и они на 90% нас защищали, они довольно плотные от всех кровососущих, но несколько нюансов. Если бакстопер, особенно недолго стиран, он поплотнее ткань, но он чуть более жаркий при этом, естественно. То есть, ты гораздо больше потеешь, чем вот в таких тонких. Поэтому, единственное, перед выходом положил и обработал репеллентом, неважно каким, главное, не дышите им. С двух сторон обработал, и три элемента обязательно надо добавить. В любом случае, во-первых, обязательно с капюшоном. Обязательно с капюшоном. Если у вас нет с капюшоном, вам надо купить с капюшоном, потому что уши, нос, ну, нос, ладно, не закрывает, но уши, шею съедают в первую очередь. Поэтому вот этот элемент не забывайте, когда вы покупаете футболку, и от солнца, и от комаров вас вот это вот спасет. Второе. Все равно они пролетают, залезают. Я советую именно вот такую тонкую, в данном случае, Патагония банданку. Она, по сравнению с другими брендами, чем хороша? Тем, что у нее анатомический крой, расширяющийся вниз. И она ложится, а не скатывается на шее, как часто я вижу, вот, такую грязную полосочку просто на шее. А тут шея торчит, и там шея торчит. А это спускается под своим весом вниз. Ее можно натянуть на голову, а сверху капюшон, вообще наглухо никакие комары не прокосит. Вообще, мне вот эти тонкие, такая стеклянная, гораздо больше нравятся. Это один момент. И второй момент, опять же, перчатки. Потому что и руки сгорают, вот, видите, у меня сгорели. И, естественно, тут выедают страшно. И даже дело не в том, что, да, защищают эти футболки, но остается все равно какой-то зазор, и туда вот залезает гнус, и там начинают жрать тебя вот эти места. Вот у меня до сих пор волдыри. И при том, что ты надеваешь перчатки поверх, вот, но, опять же, перчатки должны быть с пальцами. Потому что, когда они торчат, пальцы, вот тут ровно, как барабанные палочки получаются. Пальцы, ну, лучше без пальцев, чем вообще без перчаток. Но идеально это полностью закрытые перчатки, когда мы говорим о комариных местах. Ну, и последний элемент такой одежды – это термобелье. Соответственно, термобелье надо покупать самое легкое, легчайшее. Часто в рыболовных магазинах нет такого термобелья. Это они должны быть как колготки, только для того, чтобы, ну, не вейдерсы не ложились на кожу, чтобы весь этот выпад, не было ощущения мокроты, что очень неприятно, ну, и все-таки холодно. Когда надеваешь термобелье, вот в данном случае это Midway Buttons MV, то, что называется, L-Cup MV, да, вот идеально подходит. Можно еще тоньше, но вот этого достаточно, потому что не все дни бывают жаркими. А вообще летом я толще, чем это, в принципе, не использую. Ну, и короткие вейдерсы. Вот далеко не у всех они есть в арсенале. В эту поездку у нас было 6 человек, и я один носил короткие вейдерсы. То есть самая потеющая часть и спины, и груди, точнее, живота, она вот здесь находится. И здесь как раз у вас вейдерсами закрывается. Забродка летом редко бывает, глубокая. Ну, и не надо заходить, да, ну, киньте на метр дальше. Ну, это не такая проблема. Но я всегда беру двое вейдерсов. Одни короткие, одни длинные. Длинные на холодную погоду, короткие на жару. И, ну, огромное облегчение, гораздо легче. Вот таких, ну, в данном случае это Patagonia. Такие брюки сделаны. Ну, они есть в любых брендах. Пожалуйста, имейте это в виду. То, что касается снастей. Ну, тут вообще огромная неисчерпаемая тема. Я ловил только одноручником шестого класса. Единственное, что я не учел. Первое. Нужны максимально длинные 15-футовые, 12-футовые подлески. Чем длиннее, тем лучше. И второе. Нужны все толщины нейлона и флюоркарбона. Я взял самые тонкие по рекомендации 0,28. На самом деле надо 0,18, 0,2, 0,22, 24, 26, 28. Потому что по самой жаре, по самой мелкой мушке 0,28 вдевать в муху на 22-м крючке. Это нонсенс. Она просто не пролезает. Ну, и рыба не берет. Когда муха под леском как-то выкореживает. И она не ложится, естественно, как поденочка, как нормальный имиджер. А она, ее леска как-то вот на бок, там, в воду запихивает. Вот я наблюдал, как у меня 0,28. И этот страшный узел, узел он больше, чем сама муха. Поэтому я советую длинные подлески делать, брать. Ну, или надставлять их по длине. Вообще 15-17 футов немно. Ну, опять, это не слишком длинно будет для этой рыбалки. Но надо иметь в виду, что брать нужно и разные подлески. Поскольку стримерная рыбалка точно так же там присутствует. И приходится тогда перевязывать. Вот. По мухам. Вообще берите все, что у вас есть. От 0,22-24 до огромных стримеров. Нимфы все берите. Потому что ловили лоси на мелких гидропсихов. Мелкую нимфу. Мелкие имитации червячка-толкунца и, собственно, Сан-Хуаны. И большие нимфы тоже. Все это работает. А что работать будет, неизвестно. Ну, и подсак. Подсак. Не у всех был подсак. И там у пары человек не было подсака. Не могут приземлить рыбу, сфотографировать. Вот. Ну, это вот так коротко пробежался я по тому, что необходимо. Задайте вопросы. Я на них отвечу. Все, пока.